Парламентарии единогласно поддержали постановление о взаимодействии Госсовета Республики Крым и Законодательного собрания края. Теперь наш регион будет обмениваться опытом с республикой по 40 направлениям, в том числе в спорте, туризме, образовании, культуре и других. Мы должны с вами через 5-7 лет принимать уже 20 миллионов. Для этого надо строить, создавать новые условия. Это наша отрасль экономики, которая сегодня для нас составляет основной приток бюджета всех уровней, средств. И, конечно, создает новые рабочие места. Здесь и строительная индустрия. Это серьезный драйвер для экономики Кубани. И, конечно, задача государства и нашего края создать, прежде всего, предпосылки для развития инфраструктуры. У нас еще очень много мест, где нет нормальных дорог на побережье, где нет нормальной энергетики, где дефицит газа. Надеюсь, что впереди у нас много хороших, интересных проектов, которые будут двигать, развивать наш любимый край. Поддержали народные избранники и постановления о результатах деятельности Следственного комитета края за 2013 год. В отчетах силовиков есть много положительной статистики. Мы не переоцениваем свой вклад. Мы понимаем, что основная тяжесть по строительству этих объектов легла на ваши плечи, на плечи вашей команды. И то, что Олимпиада состоялась, то, что она получила высочайшую оценку руководства страны и мирового сообщества, в этом есть большая доля вашего труда. Выражу общее мнение, скажу, что наибольшее удовлетворение мы получили, когда увидели, что президент Российской Федерации вам вручил высочайшую награду, орден за заслуги перед отечеством второй степени. Вы первый человек на Кубани, который награжден этим орденом. Значит, до этого еще никто не удостоился его получить, поэтому это вдвойне приятно. Кроме того, парламентарии внесли изменения в закон о капитальном ремонте многоэтажек. Начиная с этого года, его должны оплачивать сами жильцы. Теперь у них появилось больше времени, чтобы определиться, где накапливать деньги – у регионального оператора или на спецсчете своего дома. Жители многоквартирных домов должны решить до 1 июля. Изначально срок истекал в мае. Всего же на сессии краевые депутаты рассмотрели более 30 вопросов. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.